смотрите как получается пришло время посмотреть что под полом потому что у нас то в планах здесь сделать какой-то пол более-менее давайте посмотрим что внутри смотрите я отгибаю линолеум а там что-то черное уже что-то начала подгнивать не повредить а линолеум просто оторвался смыть он отгнил вот видите линолеум-то отгнил я он типа отделилась тканевая основа от этого тлен а мы конечно же не взяли мешок попробую в этот мешочек тлен вот так вот собрать смотрите видите просто кусок ткани можно легко это бумага это древесина истлела а не получается убежала я тут думаю посмотреть что вообще здесь происходит она боится смотреть вот здесь какая-то железная штука смотрите видите выложен пол такими железными кусками вот и на них все посыпалось а что под ними непонятно это просто все железо видите разгнила вот но разруха разрушилась ведерочка пригодилась можно подмести попробовать хотя бы всю вот этот пыль но так я смести все где как металл с это самое сметается полностью сметается металл от старости и штукатурка сметается вместе с ним мне кажется что даже стена немножко подсохла потому что было это такая себе развитие все на кусок железа сметая сейчас попробую мусорочку выкинуть главная пыль соберется и с этим куском железо уйдет а телефон-то держать понимаете некому стать его нет они в там самые по и непонятно как это все заснимать трухлявый получается металл тут все железки которые были они превратились можно было попробовать каким-то совком это все убрать смотрите сколько котов уже мы собрали вот электрик с мопедом приехал идемте это за лестница я вам покажу мы схватим кошки мягкую они читают филиппа богачева вот кушает после шашлыка чипсы и вот нам нужно лестницу это самое ловко вы взобрались конечно прямо там хлоп и все а что похоже что там окислились да интересно но дедушка говорил что как-то просил наверно вас вы же давно здесь заработаете 33 года может даже говорит что просил тоже что-то с проводами были приколы какие-то это вот в этой скрутки да не окисляются ада и вижу искрит там что-то да да там видимо это влага попала и нас из-за этого вот это то что часть скрутку вот это туда получается ну супер хорошо что нашли причину то я думал что-то в счетчике а сейчас пойду гляну что-то мерцает вот окислились провода на скрутке там на этой именно от этого зависело и потому что там когда электрик крутит она включается свет выключается так что он там это вот электрик говорит что все зашибись но она окисляется от дождя типа вот эти провода и соответственно говорит ну ты собери три тысячи гривен мы поменяем типа счетчик автоматы и приконектимся типа кабелю там специальные промасленные какие-то штуки и не будет вот это вот скрутки алюминий с меди и что такое короче все будет заходить вовнутрь он говорит прямо в этот в домой и туда в счетчик в новый но три тысячи гривен вы конечно извините задачу мы за год где-то платим 3 не помню сколько где туда порядка три с половиной там две может не помню тут конечно это целое целое дело если еще это главное что потом до четчик не украли еще найти взломает хотя может это я так прям уже думаю вот так что сделали отблагодарил я электрика он здесь оказывается где-то живет за несколько километров и вот на мопеде на ставке работает молодец дяденька при пришел сделал так что мы не зря приехали на дачу давайте посмотрим как в доме у нас светятся теперь вот видите здесь у нас есть контейнер тоже уже свет появился вот душ про которая говорил в этой серии что в него нужна была лестница чтобы залазить так далее мы хотим тоже санина нас этого контейнера что по освобождать потому что везде не пройти не проехать и не за никакой там стой материал даже зависит то что просто некуда счетчик начал крутиться вот здесь у нас тоже видите лампы горят все как видите даже здесь можно лампу включить смотрите вообще именно чисто феерия вот но мы все на пробочки выкручиваем потом на всякий случай когда уезжаем вот и здесь видите все функционирует вот такой вот экскурсия уже по осветленной даче здесь включился свет уже видно что с полом давайте покажу вот это ведро все выметаю пол дедушка закрыл по ходу какое-то типа пледом вот это плед и плед и стрел вот он и вот он вот этими вот кусками истлевшими вот он ведь вот ну вот так вот все и слева металл и стрел вот куски металла вот это вот вот они ведь вот такие вот кусочки металла были листы листы были закрыты пледом она плед был линолеум вот это на котором я стою и вот этот угол вот там уже dvp в нем остались а вот еще куски пледа на какой-то на фанерке вот смотрите отрывается или это металл или что непонятно все она жутко пахнет сыростью я уже по подметал ведь целое ведро тяжеленное мусора набрал и вот эти хочу проверить деревяшки дедушка видео прибивал попытаться отколопнуть какую-то посмотреть ну вообще на самом деле этот линолеум как бы именно саму сырость смотрите вообще какой мокрый кусок видите вот это сырость он все и собирает и пахнет сначала пахнут сыростью и она идет видимо вот здесь вот с угла этого видите здесь мокрое пятно мокрое пятно вот какая-то 10 деревяшка она намокла неизвестно что под ними попробую их достать и потом возможно какие-то шкафы разберу и смогу это все поменять вот так вот все это происходит не очень хорошо но и не очень страшно вот и все же я замазал вот беленьким тебе немножко и там вот беленьким вот такие у нас идеи сейчас еще на один мешок с мусором соберу раз мы на такси едем и выкинем в мусорник туша шкафы нужно освободить от банок и возможно они пойдут эти шкафы на этот пол или на топку пойдут но как-то мы здесь вот облагородним сегодня мы сделали столик сделали свет замазали дырку топили печку так что и сделали шашлык так что мы сегодня очень хорошо поработали у они появился свой ручной большой большой-большой при большой код он уже сидит хорошо напомним этому коту ничего не досталось абсолютно кадр для заставочки что ли она посмотри на меня о и кошку заставь на меня смотреть вот так вот это мы сделали кадр для заставочки наверное мяукает кошак такое мурлы поэтому хорошо да и нам нормально в принципе но так что мы сегодня не зря приехали конечно проезд как вы помните стоит у нас из центра одессы на дачу порядка 350 360 гривен мы в этот раз заплатили 365 вот обычно бывает там ну в время этих и обратно столько же то есть туда-сюда это 700 гривен минимум покататься вот это кошка довольно уже засыпает но сейчас тепло они такие всем пушистые короче меховые кошки и они как раз туда хорошо себя ведут это тепло им уже не холодно часа они куртку вот смотрите видите что же делает скотина уже дерет коготками куртку хочет они понюхать тоже везде от него пахнет мясом наверное вот такая кошачья у нас сидели я давай раскрасить серый мир чтобы для нас стал цветным наполнен ярких красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все на все